Без развития науки невозможно развитие искусства. В ГУМе RedLine открыта выставка Аристарха Чернышева «Мета-потребитель». Используя технологии, новую эстетику являют мир. С самого начала мне было очень непросто, потому что я человек сугубо романтического мышления. Даже наивное искусство мне, наверное, ближе, чем технологическое. Тем не менее, иди туда, куда страшно. Этим принципом воспользовалась и не ошиблась, потому что, по большому счету, это некая модальность, с помощью которой художник выражает свои идеи. Аристарха закончила МГТУ имени Баумана. Это же прекрасно, когда инженеры начинают работать на современное искусство. Своим конструкторским мышлением, каким-то самогарическим даже. Сочиняет гаджет в виде арт-объектов, в виде арт-приложений. Проект называется «Персональный информационный организм». «Пио» или же «Пиявка» попросту. Подпитывается от вашей крови и дает этой крови. То есть это не вампир, а это такой энергообмен. Это симбиотическая машиночка, которая связана с объемом данных о вашем организме и синтезирует необходимые вещества. Гаджет будущего обеспечивает ваше здоровье. Не нужно ходить в поликлинике, не нужно давать анализы где-то. Аристарх делает много разных версий этой пиявки. Она есть как гаджет, вот конкретный такой браслетик. Но есть еще виртуальная пиявка, вполненная реальности. Узнаваемо работает. И в то же время, все время идет куда-то дальше, потому что технологии развиваются, и Аристарх тоже развивается. Очень нравится работа, которая сочетает Ванитас и технологии. Он умеет совместить несовместимое античное и ультрасовременное, технологичное и, скажем, философское. Работа напечатана на 3D-принтере, сделана из пластика. Это очень мощный материал, поэтому его так много. Не надо убиваться, не надо переживать из-за мусоренности. Надо научиться с этим что-то делать, перерабатывать, делать из-за этого арт-объекты. Всегда занимался искусством и учился в Бауманке, и не было никакого противоречия в этом. Во все времена художники были одновременно и художниками, и инженерами, и изобретателями. Новая эстетика появляется только из технологии. Этот объект называется «Последний апдейт». Что будет с нами после смерти, никто не знает. Такая загадка. Что же нас ждет? Пеннито считать, что художники занимаются более чем-то чувственным, а ученые занимаются более материальным, иррациональным, и прагматичным. Но на самом деле это не так. И те, и другие являются романтиками.